В Ростовской области каждый человек с теплотой вспоминает своих учителей. Их работа – это подвижнический, кропотливый труд, от которого зависит, какими вырастут и каких высот достигнут вчерашние ученики. Именно с компетентного, опытного наставника всегда начинается путь к большим профессиональным свершениям. Годом педагога и наставника объявил 2023 Владимир Путин. В нашем регионе его ключевыми событиями станут августовская педагогическая конференция, областной фестиваль «Вместе к успеху», торжественный прием учителями «Славится Россия» и конкурс «Учитель года». В областном правительстве считают, системе образования нужно придать новые формы и использовать в ней новые технические средства. Система образования – это уникальная система, и она характеризуется, казалось бы, двумя несовместимыми направлениями. С одной стороны, она очень инновационная, поскольку в системе образования работают очень творческие, неравнодушные люди. С другой стороны, она очень консервативная, она старается следовать канонам и постулатам предшественникам, которые работали до нас. Еще одно приоритетное направление для правительства – сделать жизнь педагогов действительно достойной. Важный фактор, конечно же, рост зарплат. И с января прошлого года оклады учителей выросли на 50%. Введены стимулирующие выплаты молодым специалистам, и такая работа будет продолжена. Говорили на форуме и о важности наставничества. В 2022-м наша область включилась в проект «Навигаторы детства». И к работе в школах приступили советники директоров по воспитанию. А в год педагога и наставника будет реализован проект «Навигаторы Дона». Его цель – обеспечить прорыв в развитии воспитательной среды образовательных организаций Ростовской области. В проекте шесть ключевых треков. В рамках трека «Навигатор-профессионал» мы запускаем 10 профилактических проектов по работе с детьми группы «Риска». Каждый из них поможет вовлечь школьников в новые позитивные сообщества и увлекательные проекты. По итогам этого проекта в конце года определят сотню лучших школ области и 100 самых эффективных советников. Учитель русского языка и литературы Ольга Перченко предложила создать совет учителей-блогеров. Чтобы туда попасть, нужно подать заявку и конкурсные материалы. Самое главное, что здесь нет возрастных ограничений. То есть это может быть человек любого возраста, главное работающий в образовательном учреждении. Конечно же, это должен быть либо блог, либо социальная страница, которую он ведет, образовательный контент и определенное количество подписчиков. Кроме того, в этом году создадут электронный сборник «Педагогические династии Ростовской области». Этот проект запустило Минпросвещение. Его итогом станет Всероссийский альманах – единая база уникальных педагогических поколений. Ну и праздничная часть форума – награды городам и районам за эффективную работу в образовании. По итогам 2022-го лучшим районом стал Зерноградский, а городом – Ростов. Инна Билан, Владимир Трофимович, Первый Ростовский.